привет друзья и гости моего канала сегодня у нас как всегда перекус куст перекус в общем у меня на гарнир очки я сегодня решила сделать пшено друзья не буду туда подставлять видно все пшено я сделала туда значит я просто заправила ее пшено маслицем растительным вот не сливочным и сосисочку до порезала мне так захотелось и щековина как наташа ток хвалила щековиночку друзья действительно очень вкусно я уже ее доедаю щековиночка очень вкусненькая друзья с прослоечка и она щековиночка очень вкусненькая немножечко копчененькая слегка и недорогая вот шестьсот сорок шесть рублей по моему я по весу на 646 рублей друзья я уже почти съела прям кусок хороший кусок на сто один рубль это вообще ни о чем приятного аппетита так дальше тороплюсь переживаю волнуюсь друзья свеколочка моя здесь салатик значит морковочка и дайкон все это я перемешала растительным маслом пахучим и немножечко майонезе круто самое и рулетик мой это я взяла в светофоре друзья не пробовала но наверное вкусный вот я немножечко отрезала и больше не стало 4 кусочка для наверное этого не съем вот так а повод какой друзья ура 500 подписчиков дорогие мои подписчики всем я вам благодарна всем вам тоже желаю счастья огромного успеха в начинании самое главное здоровье друзья будет здоровья и успех у нас будет надо нам друзья друг друга поддерживать видите как это приятно друзья 500 набрала а потом будет дай бог здоровья конечно тысячи потом друзья монеточка и потихонечку потихонечку жизнь будет наладу налаживаться друзья а если монеточка будет какая-то копеечка к нам будет приходить друзья вы представляете с каким энтуоз энтузиазмом с какой радостью мы к вам будем выходить когда у нас будет жизнь то налаживаться так что всем приятного аппетита так еще забыла здесь у меня друзья чайный гриб он такой кисло-сладкий я его свежий чай залила трехлитровую кастрюльку скипятила водички оттуда чай заварочку сделала пасхарила и залила но неделю он у меня стоял уже ядренки кисленькие он очень хорошо чай этот для давления ну приятного аппетита друзья кстати я пшено очень даже люблю очень даже люблю пшено с молочком еще люблю как утром покушать с маслицем и сахарком да и в качестве гарнира очень даже ничего просто у меня здесь все безо всяких сварила кашку гарнир чир сосисочки я порезал масло добавила безо всяких жареней пареней но бывает я пережарочку делаю но это очень-очень друзья редко я делаю это по моему хлеб я не хочу щековиночка очень вкусная очень вкусная супер салатик вкуснянка у меня здесь гарнир чека друзья вот она вилочка видите да чуть-чуть прям вот граммочку а почему граммочку положил потому что здесь щековина у меня лежит поэтому я чуть-чуть щековиночка друзья на тоненькая тоненькая соломка я не люблю толстую да как в ресторане да экономика должна быть экономной ну получается друзья как бы не сглазить получается экономить я не люблю толстую вчера у меня петушок приболел наверное хотел он у меня умирать я его убрала а то думаю утром стану а он будет лежать мертвый и пришлось ему таво чего таво конечно жалко мне очень жалко плачу я одно а что делать здоровый петушара ну не знаю сколько мне было может быть но он еще болел он последнее время был не шустрый ну в общем вот так вы знаете друзья вот у меня лук рос еще когда когда я посадила я вам показывал те я поела уже первые все 10 штук я сажала нет 20 я сажала 15 штук луковички но они уже все я их убрала а 5 штук луковички у меня остались они чуть-чуть покрупнее прям вот ну почти незаметно и там я открыла поддончик то в чем вода где они в ячеечках сидят у меня лук уже вот эти вот корни друг с дружкой так переплелись сильно вот и я взяла этот воду вылила корни длинные все переплеченные вот так вот были переплелись уже короче говоря повторяю сто раз я вытащила эти луковки и они были без ничего не было росточков я все по обрезала а лук еще есть сама головка еще не высохла еще не вся это не все с нее вытянули еще там можно с нее перо получить я значит дела вытащила опять повторяюсь вот так корень оставила чик-чик-чик-чик все подстригла лоток вымыла свежей воды налила и поставил друзья как он попер у меня расти стрелы зеленые как выбил да так резко пошел расти вот что значит корешочки обновить подрезать и он буйно пошел опять расти вы представляете вот друзья эксперимент я какой заметила ой пардон вот так век живи век учись как говорят и дураком помрешь чеколиночка вкусно очень вкусно очень и вот многие говорят о светофор там мол просроченные товары мол лежат продукты хрень мол какая то неправда неправда и 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 стол в этом холодильниках заходишь в топор в колбасный отдел стол значит и вот лежат колбасы семейная вот это толстая вот такая тарелка и кубиками нарезана колбаска зубочистки пожалуйста человек заходит ту или иную хочет попробовать раз покушал всего не знаю как у вас друзья есть такое кушаешь на пробу дают колбаску у нас есть такое вот так вот это семейная написано семейная здоровая такая палка толстая друзья очень вкусная может быть видели особая колбаса тоже вот такая продается великолупских во многих магазинах продается вкусная особая вот она точно такая же почти вот 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 почти вкусно очень вкусненько было я чуть-чуть положила думаю еще этот самый рулетик у меня я же вам говорила уже самое повторюсь снова я перекусываю не наедаюсь перекусы делаю полный живот желудок полный не вру друзья не вру клянусь внуками своими родными внуками клянусь это так правда перекусы у меня вот я сейчас покушаю все часа через два через три снова сяду а тут четыре штуки я его не съем парочку если съем там все тут значит написано бомбалео бисквитный рулет со сливочным вкусом 300 грамм макси большой рулет но действительно да друзья он большой большой рулет вот есть магните продают они прямо такие вот эту магните маленькие а это прям большой руки кремом я не смазывала извините и возраст уже а я не стесняюсь вот видите ладонь моя еще место сколько большой вот очки очки я себе не купила забыл все забываю про них но думаю есть эти думаю в театр я не хожу чтобы вот так красивые очки взять с собой а то по дому попрет правда же так чей он тут бисквит короче очень мелко 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 написано друзья не знаю чей очень мелко написано но вкусные у нас вот эти дни было 13 градусов мороза а сегодня утром глянула в интернет минус 9 ну к обеду наверно поменьше будет но не холодно ну так слегка морозится солнечный день хорошие моя мася загуляла и барщик на пару с ней до друга но третий еще съем у меня лампочка прямо тусклая она у меня сороковка потому что я большие не вкручиваю друзья потому что это экономия сороковка я вкрутила не темно и и дюжин не ярко нормально семь с пяткой сотка она мотает а вот своей напротив которой меня жила женщина моя знакомая подруга за теткой ухаживает она сейчас там уехала жить у нее уехала по нашей же улице к ней перешла жить она старенькая уже тетка там ремонт такой забабахала евро супер и вот у нее люстры много лю много этих лампочек шикарная люстра очень дорогая и вот она ее с пультом включает пульт включает пульт тюк и вот у нее там наверно лампочек семь или восемь даже они небольшие но яркие и они у нее все горят вот я к ней приду сидим там чай с ней пьем телевизор смотрим она включим свет а я включаю такой яркий свет уже темно на улице вечер ой я говорю а чё так прямо действительно друзья очень лупит глаза прям ярко и все восемь горят а я вот все наелась я уже отрыжка а я говорю боже мой а чё ж так свет у вас лупит сильно зачем давайте несколько лампочек мы выключим одну лампочку оставим но у них зал здоровый хороший прям огромный зал но в крайнем случае игры две лампочки давайте оставим а эти выкручим зачем они вам вот эти все горят электроэнергию пускай горят тюча жалко а вот что значит у нее 16 и у тетки 16 пенсия во 32 тысячи конечно можно мотать я к чему заговорила у меня сороковка поняли меня да вот так но она тетя ее она работала раньше хуторе они жили она была дояркой а раньше же вручную до или друзья это очень тяжелый труд и вот она пять лет взяла вот оттуда доярка работала пять лет вот у нее 16 почитаю я вам друзья уже много ну и успею я прочитать немного чуть-чуть потерпите потерпите меня немножечко вот здесь я вам прочитаю верно ли что супы способствуют полноте неверно калорийность фруктовых овощных молочных супов да и мясных бульонов невелика если в них не положено масло или скажем лапша так что полностью исключать первые блюда не следует но и целую тарелку супа есть ни к чему хватит и половина порции а вот наваристые бульоны лучше исключить они усиливают секрецию желудочного сока и способствуют возбуждение аппетита на этом все в другой раз продолжим читать а в другой раз у нас будет какому хлебу пшеничному или ржаному надо отдать предпочтение это будет на следующий раз но на этом друзья пока спасибо что были со мной что у меня 500 подписчиков по там чуть больше 3503 всего вам желаю здоровья друзья удачи не унывайте все хорошо